МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также важно прийти на избирательные участки и проголосовать. Понять их можно. Вы же не будете выбирать кандидатов лишь по внешним качествам, как мясные закуски. Пермский край в этом году рекордсмен по числу избирательных кампаний в стране. Почти все муниципальные районы будут участвовать в выборах. Как говорят в крае-избиркоме, будет замещено более 2000 депутатских мандатов. И нам придется проявить и гражданскую мудрость, и способность мыслить позитивно, и выбрать лучшего из, простите, возможного. Началась подготовка к следующему циклу крупному избирательных кампаний. Это муниципальные выборы. Они состоятся 9 сентября текущего года. И охватят практически все муниципальные районы Пермского края. Всего будет разыграно более 2000 мандатов местных депутатов. Три земских собрания будет избрано. И большое количество муниципальных органов местного самоуправления. Такое количество разыгрываемых мандатов местных депутатов, оно будет самое большое по России. Вообще такого нигде нет. И такое же количество большое избирательных кампаний. Самое большое по России. При этом нужно отметить, что именно муниципальные выборы и муниципальные депутаты – это как раз те люди, которые должны быть ответственны за благополучие своей территории, своего муниципального района или образования, от которого они избраны. Они эльтруисты, так как в большинстве своем они не получают оплату за свой труд. И это люди, которые действительно должны решать вопросы местного значения. Это и дороги, и мусор, и уборка территории, и благоустройство зданий, сооружений и так далее. То есть все вопросы местного значения. Поэтому эта кампания для многих муниципалитетов, она также очень важна, но именно для решения вопросов местных значений, как и все остальные. Поэтому очень бы хотелось обратиться к нашим избирателям, чтобы они уже сейчас заранее планировали свой день 9 сентября таким образом, чтобы была возможность проголосовать за депутата. Конкуренция на муниципальных выборах по статистике 4 человека на место. Это средняя явка. Бывает и до 11 человек, как в приличном вузе. В последние годы молодежь активно идет в депутаты. Привет тем, кто уверен, что у нас выросло аполитичное поколение. Да, был спад, но по сравнению с 2014 годом молодых депутатов стало в 3 раза больше. Если вам 18 лет, вы гражданин Российской Федерации, у вас нет судимости, автоматически вы можете баллотироваться в муниципальные депутаты. Требования к кандидатам либеральнее некуда. Решите, что готовы защищать интересы народа. Самое главное помните, если вы хороший парень, но об этом никто не знает, значит здесь что-то не так. На сегодняшний момент Пермский край это 223 избирательные кампании. Исключая до выбора в законодательное собрание Пермского края, которое предстоит, еще раз говорю, цифра может меняться. Но это действительно самые крупные выборы. Я вот от вас с удивлением услышала, что в России, но для Пермского края это тоже самые крупные выборы за последние три года. И понятно, что такой заезженный момент, 16-й год выборы Государственной Думы, законодательного собрания, 17-й год это выборы губернатора, 18-й выборы президента. Это сколько ж можно выбирать. Но давайте перевернем. А давайте вообще выборы отменим. Что мы все будем говорить? Как так? Почему у нас решают право голоса? Почему мы не можем выбирать? Почему нам должны приказывать, вот как вы только что сказали, да, что в силовом режиме? На самом деле участие в выборах – это единственный вариант изменить жизнь. Вот просто единственный. Другого нет. Никакой дяденька, самый лучший, не придет и не сделает то, что мы хотим, чтобы сделали. Мы можем сделать только сами. И может получиться следующая история. То есть будут выполнены определенные обещания и будут запущены механизмы и стратегии со стороны федеральных органов. Склонны думать о том, что наше краевое правительство, наш губернатор, будет предлагать все силы для того, чтобы вот эти структурные системные изменения привнести в Пермский край. И вот мы видим муниципалитеты, которые, по сути дела, являются тем звеном, до которого должны дойти эти изменения. Оно низкопрофессиональное, апатичное, коррупционное. И еще 75 характеристик. Вопрос. Половина, больше половины населения Пермского края в этой ситуации как будет жить? Ну, Пермь-то выживет. А вот остальные территории, ну как? Склонны думать о том, что хуже, вместо того, чтобы жить лучше. Поэтому вот эта ответственность каждого, кто знает, что в большом или малом муниципалитете идут выборы в органы местного самоправления, он должен понимать следующим образом. Я должен пойти на эти выборы. Я должен сделать этот выбор. Потому что я должен это себе. Потому что моя жизнь зависит от этого. От этого зависит, будут ли детские сады, и будут ли они безопасны. От этого зависит, будут ли школы с хорошим составом педагогов, с хорошим уровнем образования, и будут ли они безопасны и удобны. От этого зависит, по сути дела, утром снегом меня занесло, уберут дороги или нет. А если весной ставил асфальт, так вот ставит он или нет. Каждый день нашей жизни зависит от того, как работает муниципалитет. Нынче муниципальные выборы в крае совпадают с объединительными процессами в территориях. Здесь есть и плюсы, и минусы. Но плюсов мы с технологом выборов Мариной Гнусиной насчитали больше. Ей слово. В этом году нас ждет несколько территорий, где пройдут объединительные процессы. Это такие крупные территории, как Краснокамский район, Чайковский район, это Горнозаводск, Гремячинск, Аханск, Кизил. Ну и в процессе обсуждения еще как минимум 3-4 территории на будущие периоды после выборов единого дня голосования с сентября этого года, 2018-го. Причины, по которым все-таки начались объединительные процессы, они абсолютно объективны. Главная претензия населения, особенно в небольших муниципальных образований, это очень низкий уровень выполнения полномочий субъектами местных администраций, законодательных органов. И, безусловно, сейчас идет поиск тех форматов, тех способов, которые позволят в это очень сложное и интересное время для нас, для всех, найти механизмы, которые решат главную цель. Улучшение качества работы муниципалитетов, как следствие, улучшение качества жизни людей, которые в этих муниципалитетах живут. Поэтому причины абсолютно объективные, цели абсолютно понятные. И сторонники таких объединений, то, что вы уже назвали, могу только добавить, может быть, еще несколько, с моей точки зрения, достаточно важных причин. Ну, во-первых, я бы сказала, что это снижение уровня конфликтности в территориях и повышение уровня ответственности. То, чего так сейчас не хватает нам вообще всем и везде. Есть еще один момент, который тоже важно рассматривать. На самом деле, это рациональное использование все-таки муниципального имущества. Потому что все эти замечательные муниципальные органы, как исполнительные, так и законодательные, они занимают площади, зарплату платят. То есть эти нагрузки на бюджет, они в некоторых территориях Пермского края достигают 50% на содержание всего этого. Но есть еще одно, это рациональное использование доходов территорий. Это и налоги, это и неналоговые доходы. Потому что в условиях жесточайшего финансового кризиса, в котором мы сейчас находимся, и в очень тяжелой экономической ситуации муниципалитетов, на самом деле практически в подавляющем большинстве Пермского края, то экономия бюджета и правильное расходование вот того небольшого, что имеет территория, это очень важный момент. И если он в одних руках и в качественных руках, то я считаю, что действительно шанс, что это эффективно, будет выше. Губернатор края накануне наградил сильных, смелых и умных людей, оценив их поступки невероятно высоко. Максим Решетников вручил благодарственные письма Александру Попову, который спас из горящего дома маленькую девочку, и троим жителям Ачора, повару детского сада Екатерине Спеховой, школьнику Дмитрию Романову и студенту Михаилу Синенькому, которые в октябре прошлого года спасли из ледяной воды тонущего мальчика. Хочется верить, что в случае чего эти люди окажутся рядом с садиком, который мы видели в Верхней Курье. В советских времен я помню слоган «Все лучшее детям». Но нашлись те, кто с этим готовы поспорить. Правый берег Камы, микрорайон Верхняя Курья. Активно эти места начали застраиваться еще в советское время. Во многом благодаря дачникам, мелким торговцам и учителям. Тогда же встал вопрос о наличии здесь образовательных учреждениях. Примерно в 30-е годы здесь был построен первый и пока что единственный детский сад, здание которого, можно сказать, сохранилось до наших дней. Несколько недель назад здесь начался его капитальный ремонт, который вызывает немало вопросов у местных жителей. Пока сложно в это поверить, но вскоре в этом здании Верхней Курье действительно свои двери откроет детский сад. По плану его должны сдать в этом году. Сейчас здесь ведутся работы по возведению кровли. Беспокойство жителей вызывает то, что в некоторых местах новыми досками обшиваются старые. Причем на некоторых из них видны следы пожара. Мы обратились к экспертам, допустим ли такой капитальный ремонт или нет. Если было грамотное обследование, где был произведен расчет, была составлена грамотно-дефектная ведомость и проектировщик это все учел, то старый остов здания использовать можно. Но сделать это таким образом, посмотреть, где что долечить, где что добавить, где что заменить, чтобы это соответствовало в первую очередь механической безопасности, в вторую очередь пожарной безопасности. Сейчас потому что по пожарной безопасности надо уделять особое внимание к таким зданиям. Там древесина в перекрытиях, в полу, она очень сухая, и она как спичка может вспыхнуть просто. И никто этого не заметит. По словам Алексея Магомедова, огонь в таких зданиях распространяется в течение 15-20 минут. И лучшим бы выходом было строительство нового. Но сделать этого здесь не позволяет малая площадь территории, не соответствующая современным требованиям. Почему же тогда нельзя найти другое место для детского сада, ну или хотя бы возвести новую кровлю? Вопрос к заказчику. У нас изначально было выполнено обследование в рамках проектирования. То есть вышли специалисты, сделали обследование строительных конструкций, инженерных сетей. На основании этого обследования приняли решение, какие элементы подлежат замене, какие не подлежат. Для этого обследование выполняется, чтобы эффективно расходовать бюджетные средства. Соответственно, часть элементов у нас демонтируется, выполняется вновь, да, а часть элементов у нас остается. После этого, соответственно, деревянные конструкции, они будут все подвержены огне-биозащитной обработке. То есть будут выполнены все лабораторные испытания, которые будут подтверждать, что данная конструкция будет негорючая. То же самое касается и механической безопасности. Объект впереди ждет не одна проверка, в том числе и акт приемки. По словам Николая Абашева, после капремонта здание, по сути, будет как новое. Рассчитан этот детский сад на две группы. Это порядка 50 человек. 1 сентября по плану он должен открыть свои двери. Вы бы своего ребенка повели в такой детский сад? После капремонта я бы повел. Многих, впрочем, такая уверенность не успокаивает. Тем более есть примеры, когда здания такого же возраста ремонтировались основательно. Детский сад номер 268 на улице Толмачева. Год постройки 1938. В 2015-м здесь завершилась капитальная реконструкция. Тогда здесь заменили кровлю, к слову, она тоже из дерева. Сделали перепланировку. А в целом, с 2012 года в Перми было капитально отремонтировано почти 30 объектов. И жители Верхней Курии хотят быть уверенными в том, что их дети не только достойны, но и получат лучшее качество и безопасность дошкольного образования. И в этом их, безусловно, можно понять. А перед тем, как оставить вас наедине со своими мыслями, хочу пожелать хороших снов про светлое будущее, в которое вы можете и не вписаться, если не будете знать, кто будет защищать ваши интересы. Я, как уроженец Чусового, знаю. Ну, например. До встречи. И помните, даже чуть-чуть политики делает человека гражданином. Субтитры подогнал «Симон»!